Девушки отдыхают Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Есть ли в наших мечтах послания с небес? Можем ли мы постигнуть древние секреты сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот провел более 35 лет, исследуя загадочный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественно. Его украли. Один из драгоценнейших даров для человека был украден. В собрании его либо задвигают в дальний угол, либо вовсе пренебрегают им. Однако Павел писал, что делал это больше любого человека. Мой гость Кори Рассел, выходец из хорошей христианской семьи, поступает в колледж и делает то, что делает большинство молодых людей. Отрывается, балуется наркотиками, ходит на вечеринки, выпивает, ну вы понимаете. Ведет беспорядочную половую жизнь, делает то, чем живут студенты колледжа сегодня, да и жили, в общем-то, вчера. Кори, сколько лет назад вы учились в колледже? 16-17 лет назад. Сегодня положение ухудшилось, и давление, под которым приходится жить молодым людям в колледже, только возросло. Я не знаю, как они вообще умудряются там выжить. У вас был друг, ваш лучший друг по имени Зак. Пожалуйста, расскажите мне о нем. Что с ним произошло, и какова его жизнь? Я вырос вместе с ним, поступил в колледж, также вместе с ним, и тогда началась обычная жизнь, когда вас начинает разрушать дух поколения. Я не знал Иисуса, поэтому отдавал всего себя вещам этого мира. В колледже это прогрессировало, и мы кололись вместе с моим другом. Я думаю, это захватывало вас больше и больше. Вся моя жизнь проходила под вопросом, где достать еще. Все было направлено на поиск удовольствий. Минуточку, несмотря на то, что вы не знали Бога, в вашей жизни все же были определенные убеждения. Неужели вы не ощущали никакого внутреннего конфликта? Возможно, вначале что-то и было, но я погружался в эту жизнь глубже и глубже. А чем дальше ты заходишь в эту реку, тем больше понимаешь, что уже не управляешь машиной своей жизни. Тебя несет по течению, и ты уже не принимаешь никаких решений. Так что я просто пустил все на ветер. Все во мне искало удовольствий и того, где можно его получить. Мы принимали наркотики, находились в состоянии кайфа по 4-5 дней. За моего друга молилась его мама, за меня молилась моя мама. У нас были ходатайи, которые взывали к Богу о нашей жизни. В 96-м году мой друг лишился рассудка на несколько месяцев. Он слишком далеко зашел в приеме наркотиков. В следующие несколько месяцев он просто сидел дома, смотрел в одну точку и не произносил ни слова. Мы, его друзья, пытались понять, что с ним происходит, но как мало мы знали о том, что идет настоящая война за его душу. Это случилось 1 ноября 97-го. Я зашел за ним, чтобы пройтись вместе с ним, но он выбежал навстречу и закричал, «Кори, небеса или ад? Нам нужно решить». Его действительно трясло. Я подумал, я разговариваю с ним впервые за несколько месяцев, а он говорит о небесах и аде. «Что с ним такое происходит?» Я спросил, «Что с тобой?» Он ответил, «Ты должен решить». Я ушел. Было известно, что его мама, которая молилась за него, три дня помогала ему сверхъестественно освободиться. Власть дьявола оставила его, и он вернулся обратно к Господу. Он был спасен, а я разозлился. Через две недели он появился в университете, в котором учился, позвал меня на ланч и рассказал, что происходило с ним последние четыре месяца. Он сказал, «Кори, за эти месяцы Дух Святой открылся для меня. Я видел ангелов, видел бесов. Я видел тех, кто контролирует людей, и я вижу, что тебя контролируют Духи, о которых ты не знаешь». Он сказал, что это продолжалось последние четыре месяца. Кульминация произошла тогда, когда мы собрались в маленьком домике, и вдруг посреди нашей вечеринки грянул голос Господа, который сказал, «Сатана поднимает свою армию, но я тоже поднимаю свою армию». «Я призываю тебя сегодня, чтобы ты вытащил своих друзей». Именно так было произнесено. Все слышали этот голос. Вы были удивлены? Я был растерян. Я не понимал, что происходит, особенно когда мне сказали, что были бесы, которые меня атаковали. Я сказал, «Как тебе не стыдно? Я считал тебя хорошим другом, а ты так странно себя вел четыре месяца, так что просто заткнись и возвращайся к учебе». Но он повез меня обратно в колледж. На тот момент я потерял уже 16 месяцев своей жизни. Когда мы приехали на парковку, я уже собирался навсегда сказать ему «до свидания», но внезапно машину наполнил Дух Святой. Я почувствовал, как Он наполняет мое тело, и прежде чем я успел что-либо осознать, меня затрясло, как при сильнейшем ознобе. Меня продолжало трясти, когда я начал видеть вспышки света в темноте. Это была духовная битва за мою душу, и я почувствовал, что за каждую душу действительно ведется война. Он развернулся на этой стоянке и начал молиться. Он сказал «во имя Иисуса Христа, я связываю этот Дух с зависимостью в тебе». И как только он произнес это, я почувствовал, как мою шею кто-то сжимает. И не знаю, что происходило, но я просто не мог дышать. Это было настоящее противодействие. Да, демоны проявились, я не мог дышать. В тот момент у меня были возражения по поводу веры в Иисуса, потому что мне казалось, что люди спасаются в более позднем возрасте, а молодость нужно проводить, развлекаясь. К вере можно прийти и попозже. Но в тот момент я понял, что для обретения свободы мне нужно призывать Иисуса Христа. Я произнес это имя, но получилось только так, очень тихо, шепотом. Я сказал «Иисус». А хватка только усилилась. «Иисус, еще крепче!» Я примерно пять или шесть раз пытался произнести имя Иисуса, но эти духи не позволяли мне это сделать. Мое тело кричало «Скажи это! Скажи!» Я пытаюсь, пытаюсь, и в конце концов я набрал в легкие воздуха и со всей силы крикнул «Иисус!» Эти оковы вдруг спали с меня, как будто кто-то пришел и вдохнул в меня воздух. Я только и мог произнести «Я дышу!» «Я живой! Я дышу!» И тогда кто-то внутри меня сказал «Выйди из машины, встань на асфальт и отдай мне свою жизнь». Я вылез из машины, это было 18 ноября 1997 года. К тому моменту моя жизнь почти целиком состояла только из иголок, курения, принятия наркотиков, алкоголя, сексуальной распущенности на протяжении всех моих подростковых лет. Одно прикосновение с силой Божией принесло ментальное освобождение, спасение и свободу. Скажите мне, и больше никаких наркотиков? Никаких. Какая отличная программа освобождения. Что же было, когда вы вернулись в университет? Вероятно, они вас не узнали. В то время я был в колледже, все мои друзья сидели на наркотиках, и мой младший брат, который тоже учился в колледже, был в нашей компании. В итоге все мои друзья пережили такие же встречи с Богом. Я привел к Богу своего младшего брата, который просто стал с ума сходить по Иисусу. За следующие полгода половина нашего колледжа спаслась. Это удивительно. Это потрясающе! Половина колледжа? Что, на самом деле? Да, половина колледжа. Либо снова возвращалась к Господу после отпадения, либо обретала спасение в первый раз и принимала крещение Духом Святым. С половиной колледжа действительно что-то происходило. Что ж, я вам что-то скажу. Вскоре после того, как Кори пережил это, он соприкоснулся с величайшей сверхъестественной силой своей жизни. Если вы думаете, что это все, то вскоре я расскажу вам о двери, которая откроет для вас весь мир того, чего вы желаете иметь с Богом. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Один новый человек. Союз иудеев и язычников. Двое становятся одним новым человеком через Иешуа. Когда иудеи и христиане станут одним новым человеком через Мессию Иисуса, мы увидим силу Бога, которую мир прежде не видел. Если вы хотите ощутить, как изливается Божий Дух, Божья Любовь и Божья Сила, зайдите на наш сайт, и вы узнаете больше об одном новом человеке. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. С вами Сидрот и Кори Рассел. Какой потрясающий, сверхъестественный дар. Вскоре после того, как у Кори Рассела произошла встреча с Богом, половина колледжа пришла ко Христу. Но скажите, они стали номинальными верующими или нормальными? Мне очень нравится это слово. Есть разница между ними, правда, Кори? Номинальными или нормальными? Они стали нормальными в соответствии с Библией. В них зажегся огонь. Но затем кто-то помолился за вас, и вы начали говорить на сверхъестественных языках. Расскажите мне об этом. Это интересно. Произошло то, что не только половина школы спаслась, но и то, что местная церковь стала площадкой для проведения собраний, которые затягивались до трех часов ночи. Мы просто пробивались на этих собраниях. Помню, что на одном из таких собраний какая-то пожилая женщина помолилась за меня, и тогда я упал. Секундочку. Дар, который получил Кори, и о котором он сейчас расскажет, по его словам, только один раз из ста. Я повторяю. Один раз из ста используется должным образом. Он говорит, что депрессия, страх, безнадежность и даже воскрешение из мертвых происходят благодаря этому чудесному дару. Итак, Кори, расскажите, что произошло. Та женщина помолилась за меня. Сынок, сынок, разреши помолиться за тебя. Во имя Иисуса я молюсь за тебя. Во имя Иисуса. Я упал и стал говорить на этом языке. Он упал, потому что не мог стоять, ведь сам Бог был там. Совершенно верно. Если открыть Библию, там есть много рассказов о том, что когда кто-то приходит в присутствие Божие, он не в силах устоять. Итак, я упал, заговорил на этом языке, и с тех пор каждый раз, когда я начинаю молиться на этом языке, я чувствую себя ближе к Иисусу. Проще говоря, молясь на этом языке, я чувствую близость к Иисусу. Так что я отдал всего себя этому в первые несколько лет, и каждый раз, молясь таким образом, я чувствовал близость к Иисусу. Это то, что больше всего впечатлило меня в этих молитвах на сверхъестественном языке. Но сегодня вы являетесь лидером I-Hope, Международного дома молитвы, и, насколько мне известно, вы молитесь по 30 часов в неделю. Это действительно много. И вы сказали мне кое-что замечательное об этом сверхъестественном языке. Павел писал, «Я молюсь на иных языках, более других». Почему некоторые люди, получившие этот дар, не используют его? Расскажите мне, пожалуйста, об этом. Почему они молятся только первые несколько месяцев, или даже только в первый день, а потом они просто прекращают это делать? Почему они останавливаются и задвигают подальше тот чудесный дар, который Господь однажды подарил каждому из них? Расскажите! Давайте немного задержимся на этом отрывке. Апостол Павел написал большую часть Нового Завета, и он сделал для христианства более кого-либо другого. Он человек с характером Христа, силой Христа и любовью Христа. Ни один человек не следует примеру Христа так, как это делал он. Этот человек ясно показал нам путь к столь посвященной жизни. Он написал «Я благодарю Бога, что говорю на этих сверхъестественных языках более кого-либо другого». Это и есть путь к сверхъестественному. Я скажу вам, в чем дело. Мы относимся к этому дару, к этой силе так, как мы относимся ко многим другим вещам в христианстве. Мы относимся к этому как к приложению. То есть это может быть, а может и не быть. Испытав это один раз, мы относимся к этому как к значку на пальто, как будто мы уже получили все, что Бог приготовил для нас. Это абсолютно неправильное представление о пути к сверхъестественному. Мы препятствуем ему. Мы относимся к этому дару как к некой награде за достижение. Это такое извращение, Сид. Мы абсолютно неправильно его понимаем и не принимаем. В чем же преимущество того, что делал Павел? Что видели именно вы? Расскажите мне. Павел писал в 1-м послании Коринфянам, 14-й главе, «Когда я говорю на языках, я говорю не человеком, не духом, но я говорю прямо к трону Бога. У меня есть дух для того, чтобы соединяться с духом Отца Славы, властителя Вселенной. У меня есть прямая телефонная линия от моего духа к его духу. И посредством этого языка я говорю с ним напрямую. Это первый принцип. Второй. Библия говорит, что мы говорим тайны нашего духа, Богу напрямую. Эти тайны — это сокрытые истины. Сокрытые не от нас, а сокрытые для нас. Истины о Боге, о том, каков Он, что Он делает, что Он чувствует. Истины о нас, о том, кто мы для Него, и о нашей судьбе. Когда я говорю на этом языке, я пророчествую о своей небесной судьбе. И я верю, что... Кстати, могу заявить, как о факте, когда я был новообращенным верующим, молился по несколько часов, постился, молился часами на иных языках, то, что вы сегодня видите, это результат моих молитв в атмосфере Божьего присутствия. Но, знаете, вы сказали кое-что очень важное для меня. Молитвы на иных языках изменили всю мою парадигму. Если вы сейчас слушаете, слушайте внимательно. Большинство людей, молясь на иных языках, молятся в атмосферу, в воздух. Это хорошо, но при этом нет фокуса. Скажите мне, что вы делаете? На ком вы фокусируетесь в этот момент? Или на чем? Я обнаружил, что мы часто отвлекаемся, теряем фокус и не знаем, на что смотрим. Люди думают, что молясь, говорят в пустоту, но Библия говорит, что мы говорим Богу. Когда я молюсь в Духе Святом, когда я молюсь на этом языке, я люблю представлять себе Бога, сидящего на троне, как это описано в 4 главе книги Откровения, сияющего во свете своей славы, горящего, как огонь, с радугой вокруг себя, с грохочущим громом и молниями. Я фокусируюсь на этой картине и говорю прямо в небеса, прямо Ему. Я представляю Его, сидящим на троне. Точнее, это видит Дух Святой, который находится внутри меня. В Новом Завете Павел пишет, что когда мы говорим, мы говорим тайны Богу. Я обнаружил, что во время молитвы действительно вижу Иисуса напротив себя так же, как я вижу сейчас Кори. Я говорю Мессии, и Он улыбается мне, я изливаю Ему свое сердце, разговариваю с Ним. У меня есть собеседник, а у Кори есть друг, который говорит на иных языках, и кто-то благодаря этому вернулся к жизни. Пожалуйста, очень быстро, Кори, расскажите нам об этом, как произошел этот удивительный случай. У меня был друг в Боливии, где они учили той силе, которую имеют молитвы в Духе Святом. Он был рабочим фермером, и вот однажды его напарник не пришел на работу. Вечером после работы мой друг отправился к напарнику домой и уловил запах из его комнаты. Он открыл дверь, а тот уже висел в петле. «Карлос, Господи! Карлос!» Все, что мой друг умел делать, это молиться на языках. Он снял парня с петли, положил на пол и начал молиться в Духе Святом. Молиться на языках несколько часов. После долгого времени молитв пришла победа, и он стал говорить, «Спасибо тебе, Иисус, что ты живой! Спасибо, что ты живой!» И через несколько секунд напарник сел. Он по-прежнему не дышал, но поднялся. И мой друг продолжал молиться на языках. Через несколько часов он вернулся к жизни. Он начал дышать. Он был спасен. Он принял крещение Духом Святым и тоже начал молиться на языках. И все благодаря тому, что этот фермер поверил Богу и создал эту атмосферу для воскрешения. Павел писал, что молитвы на иных языках назидают вас. В оригинале греческое слово означает «зарядить свои батарейки». Так что все те дары, которые Бог вложил в вас, начинают проявляться. Не переключайтесь, потому что если вы не говорили раньше на языках, вы заговорите. Я говорю вам точно, заговорите. А если вы уже молились на языках, это станет для вас нормальным. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Ибо он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом дабы создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Сид Рот нашел ключ к возрождению мира. Настало время достигать иудеев Божьей любовью. Мессия Иисус разрушил стену, которая разделяла иудеев и язычников. Два народа могут объединиться в одного нового человека, чтобы идти в мир. Божий путь достижения иудеев лежит через науку и чудеса. На нашем сайте есть множество материалов, которые помогут постигнуть чудеса, понять Израиль и узнать об иудейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Это Сверхъестественно. С вами Сид Рот и Кори Рассел. Кори, вернемся к нашей теме. Как молитвы на иных языках действуют в вашей семье? Был случай, когда у моей 12-летней дочери температура поднялась до 40,5 градусов. Мы не могли в это поверить, не знали, что делать. Я знал, что нужно молиться на языках. Я делал это уже 15 лет и знал, что нужно сделать это и теперь. Я сказал, дорогая, ложись. Я стал молиться на языках. Это продолжалось около 20 или 30 минут. Атмосфера начала меняться. И примерно минут через 20 лихорадка буквально начала подниматься от ее тела. Дочка сказала, папа, мне уже лучше сейчас. Мне уже лучше. И еще через 10-15 минут жар полностью оставил ее, и лихорадка ушла. На какие еще сферы влияет молитва на языках? Она меняет атмосферу. Она меняет атмосферу вокруг моего дома. Меняет атмосферу моей жизни. Когда идет борьба, нападает депрессия или усталость, как только я начинаю молиться на языках, атмосфера меняется, и приходит атмосфера Царства Божьего. Приходит божественный порядок, праведность, мир и радость во Святом Духе. Звучит очень хорошо. Я хочу, чтобы прямо сейчас Кори научил вас говорить на иных языках и наполняться Духом Божьим. Даже если раньше вы говорили на иных языках, послушайте и сделайте все то, что скажет вам Кори. Я хочу обратиться к двум группам людей. Хочу обратиться к тем, кто никогда не говорил на этом языке, и затем обратиться к тем, кто уже на нем молился. Первая группа — люди, которые никогда раньше не говорили на этом языке. Сделайте глубокий вдох, расслабьтесь и просто откройте свое сердце для Господа. Библия так ясно говорит во второй главе Деяния, что когда Дух Святой был излит, Он был излит на всех. Иисус зажег огнем группу молодых мужчин, которые вышли из горницы, говоря на иных языках, и все подумали, что они уже успели с утра напиться. Подумайте, как Он это сделал. Он начинал великое дело в Своем Царстве. В книге Деяния описано еще много случаев, когда был излит Дух Святой. Одним из самых потрясающих событий было именно говорение на иных языках. Об этом говорит Библия, и это предназначено для вас. Просто сделайте глубокий вдох, откройте свое сердце и знайте, что ваш Отец — благ, ваш Отец щедр. В 11 главе Луки написано, что если вы умеете даяние благие давать вашим детям, то насколько же больше Небесный Отец готов давать Духа Святого тем, кто просит Его об этом. Для этого не нужно работать. За это не нужно бороться. Вам не нужно ничего делать. Все, что вам нужно сделать, это открыть свое сердце. Я хочу, чтобы вы помолились со мной этой молитвой. Есть люди, которые сразу говорят, «Мне нужно только настоящее». Я не хочу, чтобы мной манипулировали. Не хочу бороться, не хочу делать ничего подобного. Я скажу вам, Царство Небесное достигается верой. Все в Царстве достигается верой. Есть часть Бога, есть ваша часть. Он делает свою часть, а вы свою. Он не будет делать вашу часть дел, а вы не сможете сделать его часть. Если вы просто откроете рот и начнете говорить на этом языке, он откроет колодец внутри вас, и это потечет, как поток или как фонтан. Когда вы ощутите наполнение Духом Святым, я ободряю вас сделать еще шаг и начать говорить то, что Дух даст вам произносить. Как только Дух даст вам слова, то где бы вы ни находились, в своей комнате, в гостиной, просто дайте себе волю. Это могут быть какие-то слоги или много слогов, но продолжайте их произносить. Что касается второй группы, тех, кто уже принял этот дар, если для вас он был как значок, выкиньте его в мусор и просите Бога об обновлении. В пятой главе к Ефесянам сказано «Продолжайте наполняться Духом Святым». Продолжайте наполняться. Это не единовременная встреча. Пусть это будет для вас процессом ежедневного наполнения Духом Святым. Откройте для себя двери сверхъестественного. Итак, прострите руки так, как будто вы получаете какой-то дар и начинайте молиться вслед за мной. Это весьма простая молитва. Вы говорите с любящим Отцом. Просто закройте глаза и скажите «Отец, Отец, во имя Иешуа, во имя Иешуа. Я прошу тебя, я прошу тебя, наполнить меня, наполнить меня Духом Святым, Духом Святым, от макушки головы, от макушки головы до подошвы ног, до подошвы ног». Я хочу говорить на иных языках. Я хочу говорить на иных языках. Я хочу пророчествовать. Я хочу принять то, за что ты умирал. Я хочу принять то, за что ты умирал. Отец, сейчас. Отец, сейчас. Наполни меня. Наполни. Во имя Иешуа. Аминь. Я хочу быстро сказать кое-что, прежде чем вы начнете молиться. Если вы не будете двигать собственным языком, никто этого не сделает. Дух Божий подчиняется пророку. Поэтому, если вы верой, как маленький ребенок, начнете говорить своей верой, с пидагаса мармама и тел могана. Майзая. А-демма. Охо-хо. Охо. Мастер-мене о мамаха. Охо-хо. Охо-хо-хо-хо-хо. Эйяו-хо-хо-хо-ьа-хо-хо. Охо-хо-хо-ха-хо-хо. Охо-хо. Вы не говорите в пустоту. У вас общение с Иисусом. Смотрите в следующем выпуске. Мой гость научит вас, как притворить в реальность каждое обетование в Слове Божьем. Вы можете. Вы должны это сделать. Продолжение следует.